Один из моих попутчиков сегодня, узнав, что я еду в Архангельск, задал мне такой вопрос. Ты ищешь свободы? Я удивился и уточнил, почему он так решил. На что он ответил. Сюда, в Беломорье, всегда ехали люди за свободой. И правда, если взглянуть на карту, то окажется, что сейчас за моей спиной, а я нахожусь в городе Архангельске, на набережной Северной Двины. За моей спиной, если двигаться по реке Северная Двина, можно попасть в Белое море. А дальше сплошные водные северные просторы. Но разговор на этом не закончился, и я спросил, почему же за свободой? Может быть, люди ехали сюда в поисках счастья? Но, задумавшись, человек сказал, что счастье – это очень такая иллюзорная категория. Вот она есть, и вот ее нет. Вот что-то появилось внешнее, оно какое-то время радует, потом исчезает, и уже уходит счастье. А свобода – это бесконечное, безграничное понятие. Когда мы стали уточнять эти понятия, как счастье и свобода, то пришли к выводу, что все-таки, если относить то, что мы имеем вовне, к пониманию счастья, некое приобретение, то тогда это может быть и внешнее счастье, а может быть и внутреннее счастье – это внутреннее состояние. Также и свобода. Если ты уезжаешь из центра России на ее северные оконечности, то можешь предположить, что ты приобрел внешнюю свободу. Но так ли это? Если внутри тебя нет состояния свободы. Поэтому как счастье, так и свобода мы пришли к выводу. Понятие все-таки, относящееся к внутреннему состоянию. Если внутреннее есть состояние счастья, если внутреннее есть состояние свобода, то где бы ты ни был, что бы ты ни имел, ты всегда счастлив и свободен.